Всем привет! Немножко у нас таких сплетен. Наливайте чаёк, кофеёк. Послушайте мою болталку небольшую. Что хочу рассказать, поделиться точнее. Мне очень много об этом спрашивали. Я решила подождать, выждать время, чтобы это не было и не выглядело как к неким хайпам на ситуации. Хотя бы это по сути, с точки зрения блогинга, развития канала, было правильно сделать сразу по хайпу, да. Пока эта тема свежая, актуальная, не утратила свою актуальность. Меня спрашивали, что я думаю вообще по Елене Блиновской, о моём отношении к ней и вообще к этим марафонам желания, работает это или нет, типа с точки зрения психологии. Я не хотела, меня ещё просили сделать и поля такие разборы психологические портреты личности, физиогномики её, да, вот как многие сейчас это делают, я видела на ютюбе, психологи смотрят видео и дают комментарии по эмоциональным остановкам её, физиогномики по лицу, по реакциям и прочим жестам по мимике тела и вот этому всему. Я не буду это делать, потому что, честно, у меня нет на это столько времени и монтировать это, и сидеть это всё разглядывать. Это интересно, но, честно говоря, это же всё равно всё пальцем как бы в небо, и самая достоверная информация будет от самого человека, если ты с ним в диалог вступаешь, общаешься, задаёшь какие-то вопросы. Я, кстати, хотела бы отметить, что мне нравится выпуск у... мне Собчак не нравится, она хороший интервьюер, но её позиция, политическая вся эта история, я вижу прекрасно, когда что делается для хайпа, я знакома с этой кухней, внутренне её канала, я не очень, скажем так. Но я смотрю иногда некоторые выпуски с интервью с людьми, которые мне интересны, и мне очень понравилось, как был Аля такой разбор, беседа психолога была в её интервью последним с Моргенштерном. Как там было про маму, вся история, очень всё это на поверхности лежало, вот я вот за такое. Но, видите, для этого нужно общение с самим человеком, а не просто смотреть на его только реакции, поведение какое-то. Ну, в общем, не об этом сейчас. Но я ничего против не имею, каждый как бы делает, что хочет, вообще, если вам нравится, вы, конечно, смотрите, я... Окей, да? Все всё поняли. Так, короче говоря, про Блиновску, марафон желаний, всю историю. Отношений у меня никакое, у меня нет негативного, но и позитивного точно нет. И это не тот случай, честно, это большая афера финансовая, большой на обман людей, которые хотят отдавать свои деньги и в это верить. Почему? Потому что продают воздух, не конкретные знания, а воздух. Почему? Есть люди, которым это нравится, которые в это верят и несут там, условно, 500 тысяч рублей за игру, как настольную, да, из последнего хайпа по ней. Потому что у нас очень большой процент, в районе 20% людей, населения вообще всего мира, количество большой людей, которые поддаются гипнозу. Если вы вспомните всякие видео Кашпировского, вот эта вся история, банки заряжали, в обморок падают, бесов изгоняют в церквях, вот эта вся история, это люди, которые хотят в это верить. Кто такие люди? Это те люди, у которых не прямо уж расшатанная психика, но такая пограничная. Они довольно-таки психологические, психически слабые люди, подверженные, во многое верят. Их легко очень вывести из вот этого морального состояния, пошатнуть их в психику. Такие люди часто бывают актерами, в плане, в прямом, как профессия, да, то есть люди, которые вживаются в роль, эмоционально подключаются, проживают и так далее. Они во многое верят, и они действительно в то, что мы верим, получаем результат. Не без чего, почему это может работать, не только в одной вере дело, потому что на самом деле вот в этих, как это называется у неё, марафонах, да, желаний, там на самом деле спрятаны, и точнее выудены были ранее созданы очень простые прописные истины в психологии. Это база психологии, почему эта работа, потому что заложена из книжек, из научных по психологии, база обычная рабочая, условно, ритуалы, высокая вера в это. Чем ты больше за это заплатил, тем ты больше в это поверишь, поэтому огромная цена её бокса или игры вот этой настольной из картона сделаны, вся вот эта история. Чем ты больше отдаёшь от себя, тем ты больше, у тебя затрат, тем ты больше будешь хотеть и ждать, и видеть результат, даже если нет, это а-ля эффект плацебо происходит. На какие-то ключевые моменты психология, это каждый может нарыть вообще без проблем в интернете, открыть учебник по общей психологии за второй курс института, честно скажу, за бакалавриат. Там это всё написано, если поискать, в особенности мышления, памяти, вот эта вся история, направления некоторые в психологии. Так вот там всё это есть, оно просто это надёргано. Но на эту настоящую психологическую научную базу что у нас идёт? Образ человека, который хочет, у которого число до небес, у которого исчиславие, который хочет заработать денег. Это бизнес. То есть на этой основе заложено это так, что с людей за воздух проданы. Я не спорю, люди сами готовы отдавать эти деньги свои. Скажем так, их никто не заставляет силой. Это их выбор. Но при этом у этих людей они в определённых жизненных ситуациях находятся. Или очень сильно что-то хотят, у них очень сильно не получается. Или они в каком-то таком состоянии в раздрае находятся. То есть опустившиеся руки, отчаяние, беда, горе и вся прочая. О чём говорить, если люди больны раком на последней стадии, они не идут в больницу, не пытаются хотя бы сделать операцию, а идут там корешки, молятся к гадалкам всяким, всего прочего. Типа добрым словом вылечить. Ну о чём мы говорим, если и тогда естественно люди покупают какие-то сбыту мечт. Вообще, почему эта история очень хорошо работает на нашем постсоветском пространстве, не где-то ещё. Потому что у нас в менталитете мы любим снимать с себя ответственность, когда за нас что-то делают. У нас сказка, Емеля, на печи сиди, ничего не делай, по щучьему велению за тебя сделают. И вот эта сбыча мечт, это в нашем, блин, ну не прям уж генетическом коде, в нас это столетиями. Простите, крепостное право было. Почему сейчас в политике ничего не имеется? Люди не хотят брать на себя ответственность, они хотят легко, по щелчку пальца не прилагают сил. И по сути Блиновская, как бизнесмен, очень правильно сделала ставку и развила свой бизнес продавать воздух желания людям, которые хотят в это верить. Как в плане бизнеса, прекрасная модель, минимум затрат, максимум вообще, просто превзойдена, миллиарды рублей зарабатывает человек. Всё супер, короче, выхлоп суперский. Морально-этическая точка зрения, ну да, это отчасти обман, но я сам обманываться рад. Никого насильно, я говорю, с пистолетом за спиной не стоят, не заставляют. Ну да, пользуются человеческой слабостью, желанием не брать ответственность, особенностью менталитета нашего воспитания. Я бы так это назвала. Пока, видите, ни одного дела не заведено, ни о мошенничестве, ни о уголовном, значит, это как бы, как она говорит, да, я плачу налоги, пожалуйста, всё законно здесь. Зная вот эти основы психологии, вы без Блиновской своих мечтей достичь можете. Вот так могу сказать. Почему у вас у многих сбывается, кто в этом участвовал? Оно бы сбылось и без Блиновской. Вам просто сказали, что, типа, условно, представляй свою мечту, иди к ней к этой цели, добивайся, у тебя будет, всё, пожалуйста. И очень многие мечты, если так разбирать уж, чем приходят с этими желаниями, то они без Блиновской, сами по себе, со стечением времени, скорее всего, исполнятся. Очень много подставных моментов в интервью Собчак, когда это прибежало, типа, а-ля беременная, её там девушка-подписчица, или кто она, ну, забеременела после марафона. Это ясная подстава конкретная, господи. И таких вот этих подстав, они очень яркие, но тем, кто хочет веровать, для них это показатель, типа, так оно и есть, истина в последней станции, то есть точно денежки свои понесу. Как и личность Блиновская, я считаю, что там не всё в порядке. У человека это сто процентов, по реакциям, по поведению. Поймите, сначала у меня была реакция тоже такой о-ля гопницы из подъезда, которая, скажем так, не перевоспиталась, назовём это так, из деревни, но здесь дело не в этом. Это, конечно же, ЧСВ до небес у человека, это её право, но здесь есть определённые моменты психики человека. Может быть, у неё какие-то около расстройства могут быть, это не очень хорошо, что она вот именно в интервьюсе не очень хорошо показывает некоторые моменты, очень открыто. Но я не берусь же за анализ, да, личность мне сейчас надо было смотреть видео, комментарии давать, у меня сегодня не об этом, а просто своё сложившееся мнение о ней. Не очень, скажем так, психически точно не очень здоровый человек, со своими какими-то тараканами и проблемами. А вот это определённая секта, понимаете, из чего эти марафоны переходят сейчас, во что? Это секта. Насколько вы знаете, посмотрите историю, сектанские любые религиозные течения, секты, и которые типа а-ля фейковые псевдорелигии используют. Тут религия желания, исполнения, мечты и так далее. Почему я имею право так говорить? Потому что она себя уже божеством назвала. Посмотрите историю, все, кто какие-то секты, такие оккультические, оккультные истории идут, массовое приближение людей, своих адептов имеют, это всё организаторы, не психически здоровые люди. У всех какие-то либо свои проблемы, у человека есть определённая потребность создавать вокруг себя такое общество. Очень часто это есть один диагноз на эту тему, но я не называю диагнозов, их не ставлю ни в коем случае, публичным каким-то, я считаю это некрасиво. В общем, кто надо будет поищать в интернете, поймёт, о чём я говорю, почитайте про организацию, там, секты, кто в этом стоял, историю этого в 20 век чего был. Вот по-честному, легко на ложечке, на ложку-двогорошка не бывает. Даже за свои желания надо покорпеть. Не просто мусор из дома выкинуть, отпустить шарик в небо, это враньё. А вот заняться собой своим психологическим здоровьем, да. Честно, потратьте лучше, пожалуйста, деньги просто на поход к психологу или психотерапевту. Разберитесь с собой, и все ваши желания исполнятся. Вы начнёте жить так, как вы хотите. Поверьте, отпускание шарика в небо не исполнит ваших желаний и не приблизит. Если ваше желание лёгкое исполнилось в этом марафоне, в её прохождении прожилания у Блиновской, это не её заслуга, а ваше. И ваше желание было очень допустимым, достигаемым, и оно бы исполнилось и без неё. Всё очень просто. Пожалуйста, не давайте себя обманывать и не накладывайте внутри себя очень много надежд, не создавайте того, чему нет. Вам продают воздух, но этот воздух без этой оплаты вы можете сами производить, сами решать свои проблемы, исполнять свои желания. Почитайте просто книжки на эту тему, пожалуйста, научные, всё, или сходите к психологу. Ну, понимаете, я тоже хочу отметить в конце, что то, кто хочет быть, назовём так в кавычках, в секте, принадлежать культу, это отчасти одинокие люди, которые не находят понимания, им хочется, им не нужно на самом деле желание, им хочется принадлежать группе к массе людей, получить поддержку и понимание. Поэтому они в это вступают, тогда им наплевать, если вы разберётесь, так поспрашиваете, в этих желаниях это только повод. Им нравится быть причастным и тянуться к чему-то, к божеству, которым себя Блиновская называет. Я точно вам могу сказать, это не психолог. И не может психолог получать на базе обычного экономического образования доп. специалитет психологический. Для психологии нужен бакалавриат, а потом специалитет. Или узкую ты направленность берёшь, хочешь, пожалуйста, работать в Генштайль, там, психоанализ, что хочешь. Вообще сейчас вообще модно, и в принципе уже несколько лет последних психологи работают в мультисистеме, используя разные направления, но это более шансы, скажем так, вероятности, по-моему, это терапевты, так работают в основном психотерапевты, помочь большему количеству людей, допустим, выхлоп будет лучше гораздо, результат в работе ни одной узкого направленности. Так вот, Блиновская не психолог, вот чтобы вы понимали. Это экономист, который у неё есть высшее образование, а остальное это курсы. К сожалению, по законодательству России, человек, закончивший курсы, без базы вот этой психологической, научной, которая 4-5 лет в институте учит, ходит, дураки, что ли, ходят каждый день на занятия, правильно, 4 года. Ну, и бакалаврами становятся, вот идиоты, да. Одна умная бельноска на экономиста выучилась там, и пошла, получила специалитет, сейчас психологом называют. Но, к сожалению, в нашем законодательстве так. Но знаний это не даёт. Ну, с другой стороны, я рада тому, что она не практикующий психолог, и как бы людей не обслуживает на такой основе в этом плане, да. То есть не наносит вред, который бы могла принести без вот этой базовых знаний, базы этой. Вот моё мнение по Блиновской, пожалуйста. Вы спрашивали, я отвечаю. Что вы думаете, пишите в комментариях, если вам это помогло. Да я только рада. Я не просто хочу, скажем, не прямо уж открыть глаза, но сказать, что вы всё это, в силу вас, вы всё это можете сделать без неё. Скоро увидимся. Пишите ваши комментарии. Вся информация у меня в инфобоксе под видео, на моей почте. Пишите, если вы хотите прислать историю от анонима. Или если вы хотите консультации от меня как психолога, пишите в теме письма, консультация. Спасибо за внимание. Всем пока.